В рамках учения «Запад-2021» прошло ночное десантирование военнослужащих вооруженных сил Беларуси, России и Казахстана из самолетов Ил-76МД. Первыми совершили прыжок российские группы специального назначения на парашютах типа «Крыло» с высоты 1500 метров. По замыслу маневров спецназ захватывает площадку для высадки десанта. Следом за коллегами десантировались белорусский и казахстанский спецназ с высоты 600 метров на парашютах Д-6. Союзники на земле сходу приступили к выполнению учебно-боевых задач по нейтрализации противника. Приземление прошло очень хорошо. Мне понравилось. Это четвертый прыжок у меня. Все хорошо пришло. Второй буду парашют собирать. Тяжело ночью прыгать? Сильно отличается, чем днем? Не очень. Как, Ирина, на что ориентировался? Вот стрелка горит по ветру. Выравниваюсь и приземляюсь. Сейчас что у тебя дальше по плану? Тактика. Совмещаемся по парам, бежим на пункт сбора купола, сдаем купола и бежим на командира. Командование поблагодарить за такую возможность, предоставленную, участвовать совместно в учениях в Белоруссии и с Россией. Ил-76 для нас. Если с него не совершил, считаешь себя не десантником. Сейчас я себя чувствую прям десантником. И всему своему личному составу желаю попробовать эти ощущения. А как приняла эта белорусская земля вот сейчас? Мягко. Очень мягко приняла. Я не ожидал даже. Впервые совершали десантирование ночное, использовали приборы ночного видения, прыгали в составе восьмерок, собирались в воздухе с дальнейшим приземлением на условный объект противника. Использовали парашютные системы специального назначения, управляемые Арбалет-2, которые позволяют точно десантироваться и приземляться в указанное место. Продолжение следует...